Всем привет! С вами Маргарита и Николай, Димка, и мы идём в Starbucks пить кофе. Будем пить кофе, расскажем вам наши ощущения, то, как нас обслужили, какой там ценник, какие там вообще есть в продаже сувенирчики фирменные. Саша, к сожалению, остался дома, работает, поэтому мы с Ритой выбрались без Саши. Да, Саша наш работает, и мы решили прогуляться, зато выпить кофе, потому что похолодало. Вот, вот такая вот прогулочка. Что мы можем рассказать попутно во время прогулки нашей? Да, ещё раз повторюсь, что похолодало. В доме очень холодно, и нужно одевать носки, тёплые штаны. Похолодало, это может быть, обозначить температуру какую-нибудь. Потом это понятие относительно. Вот это похолодало минус 40, а это у нас сколько? Ну, я не знаю, сколько градусов в квартире, примерно, может, нисколько. Не знаю, даже, может, 16-17 градусов. А на улице, вот вчера днём, точно знаю, было 19 градусов, солнечно, было тепло, сегодня тоже достаточно солнечно. А так обычно зимой идут дожди. Вот. Ну, дожди здесь идут всё равно реже, чем у нас. Причём порядком реже. Так, в этот салон мы пойдём примерно к Новому году. Мне нужно обновить будет причесочку. Красоту на виске, да? Да, и мы будем тоже обозревать уже не мужской салон, а женский. Тоже этим рассказывать. Будет, надеюсь, мне тоже всякие примочки, как Саша. Вот. Сколько мы уже здесь? Я здесь уже полтора месяца. Коля здесь месяц. Меньше. Ещё три недели. Ну, четыре. Ну, такое, четыре недели даже месяц считается вроде. Ну, четыре, да. Но месяц будет первого числа. Понятно. Ну, практически. Ну, по ощущениям мы уже обжились. Тут я уже не чувствую, что я в чужой стране. Я себя спокойно ощущаю во время прогулки, во ходах в магазин, туда. Только язык надо подключить, да? Ну, язык, значит, у меня барьер вообще не мешает. Если я чего-то хочу, я могу на руках объяснить, мне всё будет. Вот. Как бы никто по этому поводу особо не страдает. То, что я не знаю. Ну, как обычно, идём по дороге. Тёт сам себе напевает что-то вообще. И тут уже пританцовывает. Хочу рассказать. Такой момент. Сижу на Facebook, и есть такая группа. Русские в Анталии, белорусы в Анталии. И там вот есть мамы. И одна мама хочет запустить такой флешмоб, как «Тайны Санта». То есть ты ставишь плюсик, тебе скидывают адрес. Ты дальше тоже как-то адреса находишь. Я так до конца не поняла, но смысл в том, что ты отправляешь подарок какому-то ребёнку определённого возраста. И в ответ присылают тебе подарок. Это очень прикольно, потому что… Собачка! Приветик! Хороший такой! Вообще, такой замечательный! Ты посмотри, как он стоит! Только руки потом надо будет помыть. Чипованные все. Вообще, зайка! Тем временем Дмитрий Александрович игрушки выбрасывает. Камушки такие вот, видимо, с пляжа выложили, окрасили красиво в орнамент. Это русский парк матрёшек. Находится в нашем районе Каниалты. В честь дружбы народов был создан. Такой очень интересный дизайн. Как бы, ну, непонятный. Такие навесы. Под ними можно стоять на лавочке. Вот такой вот водопад, не водопад, а фонтан. Матрёшки. Ну, понятное дело, что это русская традиция, традиционная игрушка. Вот. Ой, какой Коля миленький. Ой. Видно? Морковный пирог уже вижу, с морковочкой сверху, кексики. Рождественская лата с эспрессо примерно 3 доллара. Обычный лата 2 с половиной. Капучино и обычный мариканно точно так же 2 с половиной. Мой карамель макиято примерно тысяченто. Ну, такие нормальные ценники за хороший кофе. Точки интернета здесь, видимо. Здесь, видимо, довольно тепло. Вот там Рита сидит. Вот такое местечко. Ну, там тепло. Очень тепло. Очень тепло там. Симпатично. Вот особенно вот это классное место на углу. Кресло такое и обзор на у тебя на 360 градусов. Короче, можно смотреть во все стороны. Классно. Поэтому, если сюда приходить, в чем я, собственно, не вижу большого смысла, то можно сидеть там. Так, ну что, этому нашему на районе Starbucks ставлю семерочку. Кофе нормальное. Ну, когда ты идешь в такое заведение, не нужно на него как бы прям, знаете, прям мечтать о том, что ты выпьешь глоточек и тебя унесет в рай. Такого не будет. Это обычная кафешка, просто раскрученная, с каким-то определенным дизайном, куда приходят модники потусоваться, покурить. По строению с обычной ватой и соусом карамель. Мне, конечно, понравился сладкий, с карамельным соусом, пропучино вкусный. Ну, короче, советую, кто любит кофе, тот оценит, как оценила это я. Вот, Коля, мне кажется, не так по кофе наступает. Просто божественная парковка. Чел заехал на тротуар, чуть с меня не сбил и паркуется с жопой по пешеходному переходу. Молодец вообще. Вот пешеход, а вот я, а вот тачка. Обратно. Вот куда он поехал мимо меня. Вот здесь заезд как бы, но, я не знаю, мне кажется, это не норм. Мы сходили в Старбакс, попили фрапучино и латте. С целом нам понравилось, но за такие деньги это того не стоит. Классно провели время. Я отлично буду туда ходить. Коля, не знаю, может, все-таки сходит еще раз за кофе. Вот. Так что спасибо за то, что смотрите нас. Всем спасибо. Хорошего вам дня. Пока. Peace.